Привет всем, я Геннадий Орлов, и для Ютуба специально отвечаю на ваши вопросы. А вопрос Максим Харин задает. Геннадий Сергеевич, хотелось бы узнать в следующих выпусках ваше мнение насчет лимита и бюджетных денег в нашем футболе. Спасибо. Ну, вопрос непростой, он концептуальный. Сейчас сменился президент РФС. Ну, раз вы просите мое мнение, я, конечно, его выражу сейчас. Значит, давайте насчет бюджета. Конечно, нигде в мире нет такого безобразия создания коррупционной системы. Это абсолютно точно, это без всякой натяжки. Что? Бюджетные деньги отдаются в акционерное закрытое общество. Клубы – это акционерное закрытое общество. А бюджетные деньги – это деньги города, области. Это когда губернатор подписывает и направляет. Конечно, там есть разделение. На эти бюджетные деньги можно запускать на строительство стадиона, да? На строительство дороги возле стадиона. Наконец, базу может город построить для футбольной команды, потому что все-таки футбольная команда играет за честь города, правильно? И на стадион, чтобы он приятный был. Вот это понятно. Но просто деньги на приобретение футболистов – вот это категорически нельзя. Против этого борется фейерплей денежный, европейский. Против того, чтобы вы приобретали игроков на деньги, взятые со стороны. Но вот смотрите, шейхи, они за 222 миллиона евро купили Неймара, ПСЖ. И, конечно, все обалдели, это же нарушение всех. Разве столько заработал клуб ПСЖ на футбольной деятельности? Ну, включая амуницию, это тоже входит в сбор со стадионов. Но 222 миллиона он не собрал, клуб ПСЖ, за один сезон, чтобы приобрести, сделать такую покупку. Но он же потом еще купил Мбаппе. Там тоже что-то около ста, да там даже больше, ну, а кто хорошего, ну, то есть сумма сумасшедшая. Но что сделали руководители? Команда принадлежит богатым людям из Катара. Они Неймара назвали человеком, человек-реклама чемпионата мира в Катаре. То есть, как бы, государство его наняло. Вот как получился этот контракт. И эти деньги, они как бы не пошли вообще в клуб. А клуб, это он уже выполняет общественную благотворительную деятельность. Ну, он хочет, он человек, представляющий Катар, да. И вот это большой контракт, и он, конечно, несет огромное с собой вот это внимание к катарскому футболу и к стране, чтобы провести чемпионат мира. Вот такая хитрость. И поэтому они снизили требования к себе со стороны европейского фэрплей. Но в других случаях, конечно, трудно, особенно российским клубам, потому что они мало зарабатывают. Вот почему бьются все за Лигу чемпионов? Потому что гарантия. Ты попал в группу, около 20 миллионов евро ты зарабатываешь. А если ты побеждаешь, идешь дальше, еще больше зарабатываешь. Но вот «Зенит», даже пройдя Фенербахче, он заработал 1 миллион, там, 100 тысяч евро. А за выигрыш группы он получил 5 миллионов. Даже в Лиге Европы тоже маленькие деньги для больших покупок, и все же. А когда в Лиге чемпионов, ты зарабатываешь больше. Поэтому и бьется так каждая команда для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов, чтобы зарабатывать. Она же профессиональная команда. Ну а как быть вот всем командам, типа Ростов, да, там... Ну, вообще, каждую команду надо рассматривать отдельно. Конечно, мы должны прийти к тому, чтобы клубы были частные. Вот наша комбинация «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». Значит, ну, не секрет, что деньги Федуна, но в то же время и Лукоил ему сильно помогает. В «Зените» — «Газпром». «Газпромбанк» владеет большим количеством акций. Но, понимаете, такие монстры и РЖД, то же самое, они такие крупные, эти государственные организации, что они у государства 50, кажется, плюс одна акция. А 49 — это деньги, которые идут на развитие отрасли. Но отрасль такая богатая, такие у них проценты, что они могут позволять себе быть, развивать какие-то непрофильные направления. Ну, в частности, посмотрите, там вот сейчас биатлонисты выходят, у них написано «Газпром». Значит, «Газпром» субсидирует нашу мужскую сборную. И не мужскую, и женскую тоже. И вообще олимпийскую команду. И «Газпром» очень много чего спонсирует и строит. И мы это видим, комплексы спортивные. Ну, и вот сюда входит и «Зенит». Входят вот эти спортивные команды «Зенита». Эту форму, кстати, Европа принимает. Она Европа принимает. Но опять, они следят, сколько команда заработала, чтобы приобретать игроков. Вот здесь самый главный вопрос. У «Зенита» сейчас, они сами официально показывают, «Зенит-клуб», что он зарабатывает 60 миллионов на рекламе клуба во всех разных инстанциях, на амуниции, на атрибутики, которые продает. Ну, и теперь этот большой стадион, все-таки там сбора-то больше. А это тоже идет в копилку правильную. В правильный мешок с деньгами, за который этот отчет, этот мешок принимается. Европейской комиссии по фэйрплей, по финансовому фэйрплей. И очень важно. Ну, и продажи игроков тогда, как получилось сейчас. Продали Парадоса за 47 миллионов и приобрели трех игроков. Вот на эти деньги как раз. Поэтому вот такая ситуация. Но, конечно, нам надо уходить. И вот этот трат бюджетных денег. И надо забывать, что это деньги учителей, врачей, всех бюджетных организаций. Сокращение денег. И очень важно, чтобы клуб... Могу быть сочетания разные. Но клуб должен быть все-таки в основном частный. Конечно, идеальный вариант – это, конечно, Галицкий, Краснодар. Но он богатый человек был, он себе это мог позволить. Но посмотрите, как он выстрелил империю футбольную. Молодец. У него школа великолепная. У него стадион прекрасный, очень удобный для зрителей. Но вот у него, например, есть же подогрев трибуны. Даже в прохладную погоду от стен идет тепло. Как, кстати, в Пекине еще первый раз я увидел это на стадионе в 2008 году. Там не тепло, а наоборот. Такая морозь прохладная, как кондиционер. Там погода была за 30 градусов. А все сидели в пиджаках на стадионе. И все удивлялись, что как такая жара. А они там все это продуманы. Кондиционер стоит. Но кондиционер может давать и теплый воздух. Вот в Краснодаре это сделано. А в Лужниках это не сделано. Поэтому там прохладнее. Там не так уютно, как в Краснодаре. Ну и хочу только сказать, что в 90-е годы, когда только Украина отделилась, она сразу перешла на частный футбол. У них нет ни одной команды бюджетной. И вообще в Европе нет ни одной команды бюджетной. Только в России. Но мы должны от этого уходить. Искать сочетание вариантов, все-таки, чтобы частные деньги были, а не бюджетные. Это вот к вопросу о бюджете. А о лимите на футбол? Ну, сейчас я уже сказал где-то об этом, что Дюков голосовал за систему 10-15. Где-то 2 или 3 года назад президенты клубов высказали все премьер-лиги. Зато, ну не все, 2 или 3 человека, я не помню точно кто. Но кто-то был против этой системы. 10 иностранцев, 15 русских. Заявки. То есть, и основной состав может состоять из 10 иностранцев. Но главное, чтобы было 15 русских. И вот там уже идет конкуренция. Вот последнее высказывание Сергея Симака. Он сказал, что все-таки у нас есть эта проблема, что футболисты не соответствуют русским тем зарплатам, которые мы им выдаем. Но не так, сказал, немножко там в другой форме. Но я переведу на русский язык. Цена не соответствует качеству. Завышено, особенно для русских. И бывает, что русский футболист получает немалые деньги, а играет, конечно, он не так, как за него платят. В общем, проблемы есть. И их надо решать. Постепенно решать. Никуда от этого. Надо их решать, иначе тупик. Спасибо за внимание. Внимание! Говорит и показывает Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург.